белорусы травятся микродозами мухоморов волна трагедии с подростками в поликлинике не попасть подробнее об этом и не только я расскажу вам далее вы тем временем подписывайтесь ставьте лайк этому видео и поддержите наш канал донатом или комментарием в грудно с начала года зафиксировали уже несколько случаев отравления мухоморами об этом сообщили в городской больнице скорой помощи причина отравлений употребление сушеных грибов сверх малой дозировки в попытке улучшить здоровье их заказывают при помощи различных интернет-ресурсов однако несмотря на минимальные дозировки этого порой достаточно для того чтобы попасть на реанимационную койку по данным медиков в грудненскую больницу поступают в основном пациенты с легкой или средней степенью отравления но фиксируется и случаи с тяжелыми последствиями когда врачам приходится спасать жизнь больному тогда лечение может затянуться на несколько месяцев в беларусь привезли очередную группу детей из оккупированных украинских территорий маленькие жители самопровозглашенного незаконного образования днр прибыли в витебскую область как сообщили госсми дети пройдут оздоровление и реабилитацию в пионерском лагере радуга лиозненского района визит организовал алексей талай директор белорусского фонда который регулярно занимается вывозом украинских детей с оккупированных территорий напомним по различным оценкам с начала войны из украины в беларусь вывезли уже не менее двух с половиной тысяч детей помимо фонда талая этим занимаются беларусь калий брсм белорусский красный крест и белорусский союз женщин пока дети прибывают в нашей стране и хочет любить россию а также вбивают в голову пропагандистские нарративы спортзале сельской школы в замосточье витебского района повесилась 15-летняя ученица случилось это еще в марте однако известно об этом стало только сейчас благодаря инициативе белпол которую создали бывшие сотрудники силовых структур для противодействия властям как удалось выяснить белполовцам недавно генпрокуратура направила вице-премьеру игорю петришенко тревожную записку из нее следует что за семь месяцев этого года в стране зафиксировали 19 подростковых суицидов один из вопиющих случаев произошел на витебщине добровольно ушедшая из жизни школьница с 2020 года жила в детском доме семейного типа туда она попала после того как стало известно что в возрасте 9 10 лет ее насиловал сожитель матери из-за пережитого девочка регулярно травмировала себя об этом знали воспитатели детского дома и педагоги сельской школы однако подросток никакой психологической помощи не получала по мнению прокуроров это и привело к самоубийству школьницы житель пуховичского района пожаловался в прокуратуру минской области на местную поликлинику мужчина не смог дозвониться в медучреждение для вызова врача на дом или выписки рецепта ни по одному из трех телефонов которые сельчанину назвали в поликлинике для заявок ему не отвечали впрочем не удалось это сделать и работникам прокуратуры один телефон был отключен а по двум другим трубку не снимали в результате в прокуратуре пришли к выводу что больные жители действительно лишены возможности вызвать необходимого врача на дом главврачу поликлиники вынесли предписание для устранения нарушения и лишь после этого в поликлинике указали актуальные телефоны для записи и обеспечили работу мобильного телефона в регистратуре в центре жодина на улице ленина после ливней на тротуарах образуются глубокие лужи даже после небольшого дождя появляется вода и грязь очевидцы утверждают что во время стройки торгового павильона мы рабочие раскопали плитку на тротуарной дорожке и потом установили ее обратно однако сделали это некачественно с провалами из-за этого после каждого дождя вода стала застаиваться очевидно что в этом месте нужно рассчитать правильный уклон плитки и должна быть оборудована надежная дренажная система только тогда вода не будет застаиваться на тротуарных дорожках после выпавших осадков однако будут ли коммунальщики проводить проверку качество укладки плитки неизвестно на жалобы горожан никакой реакции не следует и пока чтобы не испачкаться на полосе препятствий прохожим приходится лавировать между лужами или обходить их стороной на улице социалистической в бобруйске женщина ночью поставила кипятить воду и уснула а в итоге сожгла квартиру когда на место пожара приехали работники мчс все комнаты были наполнены плотным дымом как выяснилось хозяйка квартиры включила кипятильник и прилегла а проснулась от сильного треска женщина сразу покинула квартиру и побежала к соседям огонь и уничтожил имущество в коридоре три пластиковых окна также обуглились и закоптились стены и потолок в комнате хозяйка при инциденте не пострадала а в гродно причиной ночного пожара стала другая ситуация по предварительным данным квартира загорелась из-за подключенного к электросети портативного устройства которое используется для зарядки мобильных телефонов в итоге спасателям пришлось эвакуировать 15 жильцов в том числе четверых детей хозяина жилища с диагнозами отравления продуктами горения и ожоги лица первой степени госпитализировали в водоемах держинского района за последние два месяца экологи зафиксировали несколько случаев массового мора рыбы фотографии с мертвым карасем стали появляться в местном сообществе рыбаков в соцсетях еще с конца мая одни из них были сделаны на койдоновском водохранилище в общей сложности здесь погибло более полутысячи особей причем показатель растворенного кислорода в воде был в пределах нормы ветеринарная лаборатория никаких инфекций и загрязняющих веществ в рыбе не обнаружила специалисты лишь нашли в воде незначительное превышение веществ которые выделяются при разложении водорослей в жаркую погоду связи с этим эксперты предположили что возможной причиной гибели карасям было их обильное цветение и последний случай мора рыбы произошел в озере рядом с агрогородком заболотье местные жители заметили что рыба массово всплывает на поверхность и хватает ртом воздух экологи прибыли на место и узнали от местных что водоем попадают опасные вещества в тот же день работники предприятия стоки которого оказались в озере приняли меры чтобы остановить загрязнение витебской области уничтожать борщевик начали при помощи дронов сначала для выявления мест произрастания и определение площади занятых этим опасным растением участков используют дроны разведчики затем обнаруженные места опрыскивают гербицидами причем делается это также при помощи дронов беспилотные летательные аппараты способны отработать те участки где не сможет проехать сельскохозяйственная техника либо велик риск ее поломок ведь инвазивное растение часто растет в таких труднодоступных местах как склоны рвы и миллиаративные каналы по данным витебского областного комитета природных ресурсов к весне в регионе борщевик захватил более трех с половиной тысяч гектаров земель борщевик сосновского биологи считают настоящей ботанической катастрофой он вырастает до трех метров в высоту с огромными до полутора метров в диаметре шапками зонтиками растение угнетает другие травянистые культуры и опасно для человека при соприкосновении с кожей возникают сильные и долго не заживающие ожоги и это все на сегодня оставь лайк этому видео обязательно пиши комментарий и поддержи работу нашей команды донатом только делать это можно если вы находитесь за пределами страны до встречи и живи беларусь